Сегодня среди важных событий выступление главы американского Центробанка перед Конгрессом в США, в преддверии чего котировки валютных пар замерли в ожидании. Но тем временем в Европе публиковались не менее интригующие данные. Инфляция Великобритании вместо того, чтобы замедлиться до 8,5%, осталась на уровне 8,7%. В принципе, теперь практически не осталось никаких сомнений, что Банк Англии завтра не только повысит процентную ставку, но и даст вполне ясный сигнал, что ставки будут расти и дальше. Однако это пока не привело к взрывному росту фунта, так как рисковать инвесторы пока не готовы и предпочитают дождаться официальных заявлений от британского регулятора. Однако довольно часто рынок оживляется уже после открытия американской торговой сессии. Вполне возможно, что и сегодня американские трейдеры будут более смелыми и готовыми к риску, нежели их европейские коллеги. Пока же мы видим, как евро по отношению к доллару США восстановилось после ценового отката и вернулось в район уровня 1,0900, где сформировался застой. На графике не наблюдается резких изменений, и общая тенденция остается восходящей, несмотря на цикл отката. Ожидается, что последующий рост курса евро произойдет при возвращении цены выше уровня 1,0950. В этом случае возможны продолжения роста евро в области верхнего района психологического уровня 1,1000 и 1,1050. Однако для возможности нисходящего сценария и последующего формирования отката необходимо удерживать котировку ниже уровня 1,0900. При этом фунт стерлингов по отношению к доллару США на сегодняшних новостях об инфляции откатился от локального максимума среднесрочного тренда и почти достиг уровня 1,2700, где произошло сокращение объема коротких позиций. Для продолжения движения вниз котировке необходимо удерживаться ниже уровня 1,2700, но пока мы видим, как трейдеры принялись отрабатывать ожидания завтрашнего повышения ставки Банком Англии, покупая фунт по привлекательной цене, что может привести к возвращению котировки к уровню 1,2850. А на этом у нас пока все, мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Вы смотрели новости на информационном канале группы компании ИнстаФорекс, с вами была я, Екатерина Стихина. Я желаю вам профитных сделок и жду вас на нашем канале с новыми видео уже через пару часов. Я расскажу вам о том, как началась торговая сессия на североамериканском континенте. До встречи!